Взгляд человека отражает не только его эмоции, настроения, но и говорит о возрасте. Нависающие верхние веки, мешки под глазами, придают взгляду угрюмый, усталый вид, а также свидетельствуют о возрастных изменениях. Подобные трансформации могут быть связаны не только с возрастом, они могут быть присущи также и людям более молодого возраста, которым данные проблемы перешли по наследству от родителей. В данной ситуации на помощь приходит пластическая хирургия, и решением данной проблемы может быть выполнение операции блефоропластика, которая направлена на создание молодого, свежего взгляда у человека. Как этого добиться? Залогом успеха выполнения любой пластической операции является правильная разметка, ведь очень важно добиться правильных пропорций и симметричности. Очень часто приходится слышать, что блефоропластика является простой, несложной операцией, которая связана с банальным иссечением кожи и наложением нескольких швов. Боюсь огорчить, но это на самом деле не так. Как и любая другая операция, блефоропластика требует точности исполнения техники правильного планирования для получения действительно хорошего эстетического результата. Существует большое количество вариантов выполнения блефоропластики, ее сочетания. Все это зависит от тех возрастных проблем, с которыми приходят пациенты к пластическому хирургу. Если мы говорим про верхнюю блефоропластику, то она связана с удалением избытков кожи верхних век, а также жировых пакетов. Касаемо нижней блефоропластики, опять же, мы говорим про удаление избытков кожи нижнего века, удалением или перераспределением жировых пакетов нижних век для сглаживания носослезных борозд. Если же мы говорим про пациентов более молодого возраста, то с учетом сократимости и тургора их кожи возможен менее радикальный вариант, который связан с удалением избытков жировых пакетов, мешочков под глазами, доступом через конъюнктиву, то есть без каких-либо разрезов на коже. Операция может выполняться как под местной, так и под общей анестезией. При верхней блефоропластике, как правило, применяется местная анестезия, и пациент во время операции находится в полном сознании, мы с ним разговариваем. Удаляются избытки кожи верхнего века, жировые пакеты и накладываются косметические швы. При нижней блефоропластике возможно применение как местной, так и общей анестезии, однако предпочтителен последний вариант, так как данная операция предполагает более радикальные действия, связанные с удалением, перераспределением жировых пакетов нижних век, их подшиванием для сглаживания носослезных борозд, подшиванием круговой мышцы глаза для изменения его разреза. Также возможно сочетание данной операции с другими операциями, которые направлены на улучшение внешнего вида лица, его более молодой и свежий вид, а именно липофилингом, то есть когда забирается жир из области живота или бедер и затем вводится в область средней трети лица, нижних век, для того, чтобы пациент выглядел более молодо и свежо. Мы сегодня выполняем верхнюю и нижнюю блефоропластику, уже сделали инфильтрацию верхних век. У пациентки значительные избытки кожи, как сверху, так и снизу, поэтому наша задача будет удалить избытки кожи верхних век, удалить внутренние жировые пакеты, а также удалить жировые пакеты снизу, жировые пакеты нижних век и лишнюю кожу снизу, наложить косметические шины. Значит, мы сделали разрез, сейчас удаляем избытки кожи, ну, а далее уже будем заниматься удалением избытков жировых пакетов. Вот такие жировые пакеты, с возрастом они увеличиваются, они создают излишнюю наполненность, в угол глаза, то, что нам не нужно. Поэтому нам необходимо удалить вот этот объем, для того, чтобы вековый пакет был более свежим и молодым. Ну, вот и все, удалены эти избытки. Сейчас мы еще раз, поскольку у нас ничего не правильно было сухо, мы приступаем к ушиванию. Народание косметического шива. Таким образом, ставление разметки и те разрезы, которые были сделаны, они будут новой складкой верхнего верха, практически незаметно в последующем. Мы вышиваем неотсасывающимися ниточками, то есть они удаляются на шестые сутки после операции. Непрерывный шов. Похоже на лес. Пластическая операция заключается в том, что нам необходимо всегда сделать аналогичную процедуру с противоположной стороны, потому что мы выполняем симметричную операцию. Аккуратно удаляются избытки кожи. Все это делается послойно. Закончена верхняя блекропластика. Мы удалили избытки кожи верхних век, удалили лишний объем жировых пакетов. Теперь у пациентки открытых взглядов, нету нависающих век, все красиво. Сейчас мы переходим к нижней блекропластике. Значит, мы сделали разрез по разметке на нижнем веке. Сейчас я провожу небольшую свою кожу. И далее уже мы будем добираться до жировых пакетов. Итак, вы видите, что мы фактически бескровно выделили весь комплекс жировых пакетов нижнего века. Вот такие избытки, которые формируют внешний вид уставого взгляда, нам необходимо удалить для того, чтобы у нашей пациентки взгляд был моложе. Ну вот сейчас мы удалили избытки жировых пакетов нижних век, удалили лишнюю кожу. И сейчас приступаем к ушиванию, наложению косметического шла для того, чтобы закончить операцию... Итак, мы закончили операцию верхней нижней блекропластика. Сейчас пациентка будет просыпаться и будет переведена в палату, где она проведет время до следующего утра в нашей клинике. Затем она пойдет домой. И на 6-3 сутки после операции мы уберем ниточки в глаз. Несколько часов после операции пациенту необходимо побыть в клинике, подержать холод на глазах, побыть в покое. И затем уже можно уходить домой. Первое время после операции необходимо соблюдать определенные рекомендации, не напрягать зрение, не заниматься спортом, не читать книги, не смотреть телевизор. То есть все те вещи, которые могут провоцировать появление дополнительных синяков и отеков. На 5-6 сутки после операции снимаются косметические швы, а до этого времени пациенты ухаживают за глазами определенным образом для того, чтобы реабилитационный период протекал более гладко. На 10-14 сутки после операции фактически исчезают все внешние проявления в виде синяков и отеков. Можно выходить на работу, а в целом результат можно оценить через несколько месяцев после операции. Блефаропластика – это действительно надежный и действенный способ вернуть взгляду молодость и свежесть, открутить стрелки времени на 10-15 лет назад. Не бойтесь принимать решения, не бойтесь меняться. Приходите на консультацию к пластическому хирургу. Будьте здоровы и красивы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...